Автопилот В нашей студии, здравствуйте Алексей Викторович, доброе утро Вот смотрите, у нас буквально 11 декабря будет отмечаться Международный день гор Вот вы, как никто другой, связаны тем или иным образом с горами, с недрами этих гор Расскажите изначально о празднике, какова была идея и почему, как его сейчас отмечают, для кого он создан? Только для альпинистов и, я не знаю, скаловазов или у нас более широкие варианты? Насколько мне известно, этот день, Международный день гор, появился с 2003 года По инициативе Организации Объединенных Наций, был объявлен международным И смысл его заключался не в том, чтобы покорять горные вершины А прежде всего в том, чтобы привлечь внимание к горам, в смысле, как к экосистемам Как к уникальным объектам такого глобально-экологического плана в формате нашей планеты, горным районом Ведь горы — это не просто возвышенность над уровнем моря в прямом смысле этих слов Это прежде всего и уникальные экологические системы, это уникальные геологические, геморфологические системы Это уникальные этносы, которые расположены в горах и многое-многое другое И вот смысл этого дня гор, он, как мне кажется, по интерпретации тех, кто этот праздник предлагал Заключается в том, чтобы обеспечивать устойчивое развитие горных районов Устойчивое развитие горных стран, территорий, которые занимают что-то около четверти поверхности земного шара И в них сосредоточено, как известно, порядка 10% населения земли Ну вот, насколько я знаю, в нашей стране чуть ли не половина территорий занимают именно горы Вот и наш город, ну, Саратов, он изначально, его название пошло от Саратау, да? То есть Желтая гора Одна из версий Одна из версий, да Где находится эта Желтая гора и вообще как действительно ли это Саратау? Оттуда корни? Ну, на самом деле, все не так просто, как кажется на первый взгляд Если говорить о том, где находится Скаловая гора, то мы в данный момент находимся на ней Находится она в окрестностях Саратов, как известно Но здесь хитрый вопрос, а что, собственно, горой называть? Что считать вообще это горами? Ну, если брать сам термин, то вообще какая наука занимается горами изначально? Это наука геоморфологии, наука Риль-Ефи Наука, которая развивается на стыке двух больших крупных наук о земле Геологии и географии То есть нам нужно знать и форму гор, грубо говоря И нам нужно знать, где они расположены, географические аспекты И нам нужно знать, из чего они сложены, какими горными породами, какими слоями Это уже вопрос геологии Но существует определенная классификация всех тех форм рельефа, которые возвышаются на уровне моря в геоморфологии И согласно этой классификации горами можно называть только те элементы, которые имеют превышение не менее 500 метров У нас в области есть такие? Таких нет То есть, строго говоря, праздник гор к нам отношения не имеет Но у нас есть возмышленности, да? Да, совершенно верно У нас есть возмышленности, у нас есть холмы, у нас есть различные останцы и так далее Они все максимум в районе 300 метров имеют высоту И поэтому забраться на них, покорить их, в общем-то, особого труда не представляет Даже без подготовки можно их покорить? Это очень симпатичные объекты И как-то так повелось, что их называют горами, причем не только отдельные объекты, как Соколовая гора или Лысая, например, гора Но и как системы Змеевые горы, Гольские горы, Хвалынские горы Как правило, это уникальные природные объекты Некоторые из них оформлены как особо храняемые природные территории Скажем, национальный парк Хвалынский, как известно, располагается вот именно в такой, ну, скажем, горной стране для нашей области И посмотреть все эти объекты можно очень комплексно И они будут очень симпатично смотреться Если, например, проплыть по Волге, нашу область, с севера на юг Что вот в этом году мы, например, пытались сделать на очередной экспедиции Гагаринский плавучий университет, которую организовывали Расскажите об этой экспедиции Да, расскажите подробно, потому что мы знаем, что вы покоряете не в прямом смысле горы Как бы возвышенности, да, делая восхождение Но и достаете что-то из недр, очень интересное, полезное для познавания Да, ну вот экспедиция Гагаринский плавучий университет, о которой мы заговорили Она проводится уже второй год И что мы делаем? На научно-исследовательских судах, на автомобилях по берегу Мы вместе со студентами, с коллегами Специалистами из самых разных областей Прежде всего, конечно, области наук о земле Со всей страны, из разных городов Плывем по Волге С целями исследовательскими С целями студенческих практик И с целями просвещения населения Просвещения в области экологии В области геологии, геоморфологии То есть рассказываем в том числе и о тех самых горах, о которых мы заговорили И если первый год мы плавали от Саратова до Камышина То в этом году мы осуществили маршрут до Ульяновской и назад То есть как раз прорезали и Змеевые горы, и Хвалынские, и Вольские И поплыли дальше, и, соответственно, вернулись таким же путем обратно Что касается того, что мы изучали Значит, у нас на борту находились специалисты Как я уже сказал, из разных городов И большинство из них составляли специалисты в области наук о земле Было очень много геологов Почему? Потому что Волга Это, помимо всего прочего, еще уникальный разрез земной коры По правому берегу Ну да, один берег выше, другой ниже Совершенно верно Это разрез земной коры Один из самых протяженных Один из самых симпатичных В нем можно посмотреть слои самых разных геологических периодов Соответственно, их изучить, описать, отобрать из них ископаемые остатки Чем в том числе мы занимались, наша палеонтологическая группа в составе экспедиции Что было интересного найдено в ходе этой экспедиции? Ну, из таких находок, которые могут быть интересны широкой публике Это прежде всего кости морских ящеров Как известно, в наших краях постоянно бывали моря в геологическом времени То есть десятки, сотни миллионов лет назад Морские воды постоянно в нашу территорию приходили и уходили Оставляя после себя страницы каменной летописи, как мы иногда говорим То есть различные пласты, слои, глины, песка, мела, мергеля и других горных пород Нам широко известны в наших краях И в этих слоях, читая вот эту книгу, читая эту каменную летопись Можно найти остатки всех тех живых существ, которые в этих морях обитали Начиная от моллюсков, существ более-менее примитивных До остатков костей морских ящеров и до фрагментов скелетов В частности, в нашем музее сетвознания Саратовского государственного технического университета Выставлены на сегодняшний день три относительно полных скелета морских ящеров Близиозавров, ихтиозавров Которые найдены на Саратовской области? Два из этих трех найдены на территории Саратовской области И в Саратовском районе, и в Красноармейском районе Можно ли прийти и посмотреть на эти находки, на эти останки, и как это можно сделать? Да, конечно, без проблем Музей располагается в пятом корпусе технического университета На политехнической улице Он доступен для посещения, абсолютно бесплатный Мы всегда очень рады посетителям И его очень часто посещают экскурсии школьников, и просто любознательных людей К слову сказать, там не только палеонтология и геология в этом музее Хоть он называется и свознание, но у нас есть, например, экспозиция по урбанистике Человек тоже часть природы, так известно У нас есть очень интересная выставка по, скажем, истории науки По истории техники, например, геодезической коллекции геодезических приборов Одна из самых полных в регионе Так что, пожалуйста, мы гостям всегда только рады А вот скажите, а как-нибудь приобщиться к вашей науке Например, человек, который совершенно не связан То есть, например, он обучался в совершенно другом факультете Да, но он хочет просто, я не знаю, заняться какими-то раскопками, что-то найти, что-то узнать Как-то вот обычный человек может объяснить? Это, в общем-то, тоже не проблема Стоит с нами связаться И я думаю, что каждый любознательный человек найдет свою нишу В формате хотя бы вот нашей экспедиции, которую мы планируем в том числе и на следующий год Ну, то есть присоединиться просто к экспедиции может, да? Да, безусловно Я должен сказать, что вот в наших экспедициях постоянно принимает участие, например, представители научной журналистики Скажем, коллеги ваши с открытого канала, Саратов, от Евгения Генча, Захарова Постоянно плавает с нами целая группа, бригада, которые ведут постоянные репортажи, выдают в эфир И как бы весь месяц они с нами Алексей Викторович, а вот вопрос такой существует Вы сказали, упомянули тот момент, что Волга является уникальным разрезом, геологическим разрезом И возникает вопрос, почему один берег выше, а второй ниже? Да, так называемая асимметрия речных долин Я начну немножко с исторического тогда экскурса В свое время в наших краях работал такой великий ученый Карава Максимович Берр Великий энциклопедист, который прославился в очень разных науках В биологии, в геологии, в географии, много еще, так сказать, в каких научных направлениях В свое время был даже такой каусный случай Говорят, пишут, что на какой-то конференции Один коллега другому задал вопрос, знаком ли вы с Берром А тот в ответ спрашивает, а с каким из них? Считал, что это много людей На самом деле это был один вот такой большой выслитель Это был уникальный человек, который сочетался с этим И он когда-то, путешествуя в том числе в наших краях, проплывая от Астрахани до Камышина и обратно Не просто обратил внимание на эту асимметрию речных долин Не просто зафиксировал, что один берег выше, один ниже А постарался дать этому какое-то логическое объяснение В чем здесь смысл? Ну, давайте представим себе шар, которому меридионально течет поток от полюса к экватору И шар при этом вращается, то есть вот модель Земли, да, такая простейшая геодинамическая Что будет возникать? Будет возникать некая сила, которая будет стягивать поток, соответственно, вот в нашем полушарии, в северном к западному направлению Это так называемая сила Криолиса Вот сила Криолиса вместе с силой трения, они, собственно, и дают вот тот самый эффект, что один берег подрезается, а второй выполаживается А учитывая, что у нас еще Приволжская возвышенность на правом берегу То понятно, что вот эта подрезка, она становится очень такой сильной, выраженной И вот это обнажение правого берега, вертикальное, оно становится очень заметным Именно в этом обнажении можно посмотреть как раз те слои земной коры, которые вот и привлекают геологов Которые приезжают специально посмотреть этот разрез Вот в этом году у нас были коллеги из Владивостока, из Хабаровской геологи С которыми мы вместе изучали разрезы, вот наши уникальные Ну, то есть вот как раз получается, что один берег выше, другой ниже, например, очень ярко Можно его увидеть на утесе Степана Разина, правильно? Да А вот расскажите нашим зрителям, где еще есть вот такие уникальные места И куда можно отправиться и полюбоваться красотами на нашей земле Может быть какие-то ваши любимые места, и где может человек просто прийти и найти какого-нибудь моллюска исторического? Ну, таких мест на самом деле масса Практически по всему правому берегу можно найти и ископаемые остатки, и полюбоваться красотами Я, честно говоря, не знаю у нас места, где нельзя было бы красотами полюбоваться И вот в этом году, как раз-таки проплывая практически всю область, мы в этом лишний раз убедились Ну, безусловно, утес Степана Разин, да, одно из таких брендовых мест Саратовской области Что-то себе представляет Это, в общем-то, небольшая возвышенность в форме останца То есть лежали пласты горных пород, вот в тех самых морских отложений И они были подрезаны с боков оврагами В результате осталось нечто Вот этот блок и является утесом Степана Разина, подрезанная оврагами со всех сторон То есть, по большому счету, этой горой, конечно, тоже никой назвать нельзя И даже возвышенностью, строго говоря, называть не стоит Но место действительно симпатичное Геологическое строение этого утеса давно изучено Там нижняя часть сложена как раз песками, а верхние мелмергельными породами мелового периода И там как раз в прошлом году мы нашли остатки морского ящера-плезиозавра Именно этом утесе В процессе нашей как раз экспедиции в Гагаринский плавучий университет Что касается, что еще там, ну, исторические, естественно, самые различные легенды связаны с этим утесом Ну да, у нас вот немалое количество возвышенностей, не будем их называть горами А вот какие-нибудь интересные исторические моменты, связанные с той или иной горой возвышенностью? Вот, может быть, про утес Степана Разина мы сейчас расскажем Ну, исторические моменты такие профессиональные, это больше, конечно, вопрос историкам, насколько мне известно О том же утесе Степана Разина Археологи осуществляли достаточно часто раскопки и интересные артефакты находили Вот, а что касается различных легенд, то их множество Ну, вспомните хотя бы легенду о Змеевых горах Что это был Змей-дракон, которого там бил добрый молодец И вот овраги по бокам, это следы ударов как раз меча и так далее, и так далее Может быть, Змей-дракон как раз и к палеонтологии относится, отсылка есть? Ну, я думаю, что все так или иначе с палеонтологией связано Мы же оттуда пошли Да, а как вы думаете, вот, или не думаете, или знаете, это будет правильнее, наверное, выражение с моей стороны Какие чаще всего останки находятся вот у нас в нашем регионе? Что чаще всего встречается, каких животных? Кроме моллюсков И ящеров У нас встречаются, в общем, представители всех групп организмов, которые обитают в море и сегодня Ну, не исключением вымерших, вот, морских ящеров Это и остатки моллюсков самых разных, там, дустрочатых, брюхоногих, головоногих Это остатки морских ежей, остатки морских звезд Остатки различной, так называемой, микрофауны, планктоны, которые во взвешенном состоянии морской толщи обитают И ныне потомки тех организмов живут То есть мы можем, как говорится, не выезжая на море, современно ознакомить с морской фауной вполне повод ископаемым остатком Есть совершенно уникальное местонахождение морской фауны В частности, в районе села Березники, мало кому известного, Воскресенского района Вот в этом году мы проводили специальный палеонтологический семинар, посвященный памяти профессора Шиманского, известного палеонтолога, моего учителя И для этого приезжали и москвичи, и коллеги из самых разных других городов Для того, чтобы посмотреть разрезы в окрестностях села Березники, отобрать остатки моллюсков, уникальные, именно оттуда И местные жители нам в этом активно помогали И, так сказать, в порядке просвещения такого палеонтологического мы с ними очень широко взаимодействовали Это очень интересно, Алексей Викторович Это просто все о том, как можно пройти участие в нашей экспедиции Да, я поняла Алексей Викторович, очень познавательно, интересный получился у нас с вами разговор К сожалению, наше время подошло к концу Было приятно вас видеть, друзья У нас в студии сегодня был гостем Алексей Викторович Иванов Кандидат геолога минералогических наук, доцент заведующей кафедрой геоэкологии и инженерной геологии Спасибо вам огромное, что посвятили нас в такие тайны замечательные нашего края Было с вами очень приятно пообщаться Спасибо большое Ну а мы вернем сразу после рекламной паузы